Уважаемые коллеги, добрый день! Я рада всех приветствовать и благодарна за приглашение на 4-й международный конгресс по инфузионной терапии. Это, честно говоря, для меня первый опыт. Не знаю почему, поскольку сегодня речь пойдёт о нарушении микроциркуляции у коморобидного пациента. И примером такого пациента будет как раз пациент с сахарным диабетом. В основном это диабет второго типа, поскольку представить себе другой пример нарушения микроциркуляции сложно. Поэтому пациент со вторым типом диабета лучший пример. Сейчас сахарный диабет это эпидемия глобального масштаба. Количество пациентов, которые страдают от нарушения углеводного обмена, растёт на всех континентах и во всех странах. К 2045 году, время идёт быстро, 45-й год не за горами. Так вот будет плюс 48% пациентов, которые имеют нарушение углеводного обмена. То есть это плюс 204 миллиона. К 2045 году мы будем уже говорить о том, что на диагностированной сахарной диабете по 1 или 2 таких пациентов уже больше чем полмиллиарда. В чём же отличие сахарного диабета от других патологий? В том, что это, как я уже говорил в начале, это самое распространённое коморбидное заболевание. Пациент с диабетом, как мы понимаем, умирает не от сахара как такового, не от декомпенсации сахарного диабета, а от тех нарушений, которые вызваны дизликемией у этих больных. Вот именно пациенты умирают от сердечно-сосудистых состояний. И мы видим, что несмотря на то, что смерть от сердечно-сосудистых причин коронарного заболевания сердца снижается на протяжении стекшего десятилетия, мы просто понимаем, как надо лечить пациентов с большим сердечно-сосудистым риском, включая диабетиков. Так вот, у пациентов с типом диабета 2 смерть от сердечно-сосудистых причин и коронарной болезни сердца остается высокой, превышает аналогичный показатель у тех, у кого нет нарушений углеводного обмена. Превышает в 2-4 раза. Сахарный диабет намного сокращает продолжительность жизни. Опять же, за счет сердечно-сосудистых состояний. И он имеет не последнюю роль в прогрессии этих состояний. Он поражает микроциркуляцию, о которой, собственно, сейчас пойдет речь. Мы понимаем, что человек в возрасте 50 лет, но относительно еще молодой человек, с сахарным диабетом 2 типа, но без сердечно-сосудистых заболеваний, имеет продление жизни. По сравнению с пациентом с сахарным диабетом, где-то 6-7 лет он выигрывает. То есть сахарный диабет — это патология, которая сочетается с другими причинами, которые приводят к снижению качества жизни, к уменьшению продолжительности жизни. И сейчас это играет ведущую роль. Как я говорила, не сам сахарный диабет страшен. Он опасен развитием осложнений. Если так приблизительно говорить, можно их поделить на две категории большие. Макрососудистые осложнения, которые основаны на быстро прогрессирующем атеросклерозе. И это и клинические проявления, прогрессия ишемической болезни сердца. Наступает сердечная недостаточность. Развиваются нарушения мозгового кровоснабжения по гемодинамическому и ишемическому типу. Прогрессирует атеросклероз сосудов нижних конечностей. Но сахарный диабет отличается от других патологий, которым свойственны атеросклеротические осложнения. Например, развиваются еще параллельно микрососудистые осложнения. Это прогрессия и развитие диабетического поражения глаз, диабетическая ретинопатия, нейропатия, хроническое заболевание почек бывает. Раньше мы это назвали диабетическая нефропатия. Но сейчас такого диагноза нет. Есть хроническая болезнь почек. Если ее отделить от других причин, которые вызывают прогрессию патологии почек, то это будет хроническая диабетическая болезнь почек. Все эти патологии и эректильная дисфункция, которая свойственна 50-60% мужчин, которые имеют нарушение углеводного обмена. Вот патогенез всех этих осложнений одинаковый. И базой является как раз нарушение микроциркуляции. Как я уже говорил, пациент с сахарным диабетом – это пример коморбидности. Поскольку в условиях сахарного диабета мы часто имеем множественные сопутствующие патологии, которые приводят к увеличению сердечно-сосудистого риска. У 2-3 пациентов с диабетом есть артериальная гипертензия. У большинства, в общем-то, надо сказать. 65% имеет нарушение липидного обмена, 85% имеет чрезмерный вес, ожирение. И всё это приводит к тому, что у пациента с диабетом риск сердечно-сосудистых заболеваний в 2-4 раза выше, чем у пациента без сахарного диабета. Если рассматривать сердечно-сосудистые заболевания, понятно, что именно они являются главной причиной смерти пациентов с диабетом типа 2. И они составляют 58% от общего объёма патологий, которые повышают смертность. Если объединить эти 30%, где написано, что они не связаны с сердечно-сосудистыми состояниями и злокачественными новообразованиями, то туда как раз можно отнести прогрессирование хронической болезни почек. Она тоже развивается на фоне нарушения циркуляции. Вот если подсуммировать эти две основные причины гибели пациентов с сахарным диабетом типа 2, то, как мы понимаем, именно сосудистый фактор играет значительную роль в ухудшении жизни пациентов с диабетом. Более того, ещё в конце 90-х, ну знаете, коллеги, мы с вами перешли не только год, мы перешли десятилетия, столетия, даже тысячелетия. В 1998 году закончили исследование профессора Хафнера, который практически сравнил сахарный диабет типа 2 с пациентами, которые перенесли инфаркт миокарда. И тогда укорнилось мнение о том, что сахарный диабет типа 2 это сердечно-сосудистое, даже более сосудистое осложнение. Если мы говорим о нарушении циркуляции, микроциркуляции, любой циркуляции, то пациент с сахарным диабетом это самый яркий пример, на котором можно рассматривать коморбидность и эту патологию. Как мы понимаем, сахарный диабет 2 типа это многогранное заболевание, которое охватывает сердечно-сосудистые, метаболические, почечные осложнения. Сердечно-сосудистые – это артериальная гипертензия, коронарная болезнь сердца. Это сердечно-сосудистая недостаточность, острый коронарный синдром. Они чаще бывают у пациентов с диабетом, нежели у тех, у кого нет нарушения углеводного обмена. Сюда еще подключается патология почек, хроническая болезнь почек. Ну и чисто метаболические гипергликемии, неалкогольная жировая болезнь печени, ожирение. Это все объединено одним патогенетическим базисом, в составе которого не последнее место занимает именно нарушение микроциркуляции. Мы понимаем, что у пациента сосудистые осложнения любые развиваются на фоне, ну если мы берем второй тип диабета, то это на фоне инсулин-резистентности. Бывает, поскольку она содействует повышению активности атерогенеза, развивается специфическая дислепидемия, артериальная гипертензия, системное воспаление подключается на фоне инсулин-резистентности. И это свойственно ожирению, артериальной гипертензии, сахарному диабету как таковому. Ухудшается течение всех заболеваний, которые уже есть у пациента с диабетом типа 2. Если еще глубже копнуть, мы увидим, что в основе всех этих изменений патогенетических лежит эндотелиальная дисфункция. И как мы понимаем сейчас, именно она, вот этот дисбаланс оксида азота и прососудистых, так сказать, сосудосужающих и расслабляющих компонентов, вот они играют главную роль патогенетическую в развитии сосудистых и даже неврологических осложнений сахарного диабета. Как это все развивается? Гипергликемия, которая присутствует у большинства пациентов с диабетом типа 1, плюс инсулин-резистентность, которая добавляется при втором типе диабета, нарушают липидный обмен, поскольку дефицит инсулина и его неправильное восприятие вызывают дисбаланс и неправильное регулирование метаболизма липидов. Дислипидемия, гипергликемия, инсулин-резистентность это все влияет на функцию эндотелия и на предшественников эндотелиальных клеток. Это снижает уровень оксида азота, повышает вазоконстрикторные субстанции, такие как ангиотензин-2, эндотелин-1, снижается концентрация простациклина, которая относится к сосудорасширяющим компонентам. Активируется нуклеарный фактор КПБ и тут мы можем говорить о прогрессии системного воспаления с выделением активности провоспалительных цитокинов. Также речь идет о нарушении реологических свойств крови с повышением уровня фибриногена, с фактором вилибранта. Вот именно поэтому пациент с диабетом, первого типа с осложнениями и второго типа как такового, это такой протромбогенный вариант. У них раньше и быстрее нарушается коагуляция, наступает тромбоз. Это все приводит к микро- и макроангиопатии, которую мы видим в клинической практике. Далее, на основе чего это развивается? Вот эти метаболические факторы вызывают активное системное воспаление. Растет синтез коллагена, того коллагена, который не должен синтезироваться. Это приводит к повышению жесткости сосудистой стенки. Возникает переваскулярный фиброз, снижается регуляция кровотока, поскольку идет дисбаланс сосудистых сосудорасширяющих и сужающих компонентов на фоне микро- и макро- взаимодействия. Нарушается как микроциркуляторное, вот видите тут это первое звено, микроциркуляторное звено. Прогрессирует все осложнения диабета, включая макрососудистое русло, но вот основой этих проявлений будет эндотелиальная дисфункция. Что еще свойственно сахарному диабету? Когда начинают развиваться переваскулярные фиброзы, то это уже точка невозврата. Тут мы уже не можем повлиять на прогрессию сосудистых осложнений. Мы можем притормозить их развитие, но если этот маховик уже запущен, то притормозить течение и прогрессию микро- и макрососудистых осложнений у пациента с диабетом сложно. Поэтому все надо начинать своевременно. И мы понимаем, что при условии патогенеза диабета, влияя на микроциркуляторную составляющую, мы можем предупредить развитие микро- и макрососудистых осложнений диабета. Копнем еще глубже. Эндотелиальная клетка. Мы понимаем, что эта клетка является субстратом, где идет обмен оксида азота. При условии сахарного диабета, когда есть прогрессирующая форма заболевания, когда идет накопление недокисленных продуктов обмена, кстати, они в аббревиатуре выглядят как age, на английском age, в переводе с английского это возраст. В общем, сахарный диабет можно рассматривать еще и как модель старения. Потому что вот эти недокисленные продукты обмена, они накапливаются и именно поэтому мы стареем. Вот если все делать своевременно, то я бы даже выходила за рамки сахарного диабета как такового и говорила бы о том, что нарушение микроциркуляции в целом у человека это тот триггер, который будет стимулировать наше старение, к сожалению. Но вернемся к оксиду азота. Его нехватка будет провоцировать воспаление, агрегацию тромбоцитов, будет вазоконстрикция, гладких мышечных клеток, будет и клеточная дисфункция, что само по себе будет вызывать прогрессирование всех сосудистых осложнений. Вот очень красивая картинка. Уже, мои коллеги, не волнуйтесь, мы не будем анализировать каждый квадратик на этой схеме, но я это показываю для того, чтобы мы понимали, насколько в организме человека при диабете или при условии старения мы будем наблюдать целый каскад изменений, в основе которых лежит именно эндотелиальная дисфункция, накопление недокисленных продуктов, и это в свою очередь будет воздействовать непосредственно на прогрессирование эндотелиальной дисфункции и прогрессирование микрососудистых осложнений, которые свойственны с сахарным диабетом. Как я уже говорил, сахарный диабет – это не только сосудистый вид проявлений, мы можем также говорить о неврологических проявлениях в этой ситуации. Поэтому диабет – это коморбидное заболевание, на основе которого можно анализировать любую патологию, любой синдром, абсолютно такой же, с небольшими девиациями, но очень похожий, вот очень похож патогенетический механизм развития неврологических осложнений. Если нарушается микроциркуляция, будет прогрессия неврологических осложнений, потому что нервная ткань, она тоже требует, скажем так, питание, и это питание обеспечивается за счёт нормального функционирования микроциркуляторного русла. Пациент с сахарным диабетом может рассматриваться со всеми синдромами, которые присутствуют при этом заболевании, и в основе этого всего мы имеем оксидативный стресс. Посредством этого стресса будет прогрессирование диабетической ретинопатии, посредством этого стресса будет прогрессировать диабетическая нейропатия, будет прогрессировать диабетическая нефропатия также, то есть все микрососудистые осложнения при диабете имеют одну патогенетическую основу, а именно нарушение микроциркуляции. Пациент с диабетом настолько уникален, что даже при условии, и тут мы, кстати, углубляемся в такие очень деликатные материи, но мы можем это увидеть. Вот наши коллеги-офтальмологи прекрасно нам рассказывают о том, что да, у этого пациента есть нарушение микроциркуляции, они это видят, когда обследуют дно глаза. Тут все видно, как это происходит. Это кровоизлияние, маленькие тромбообразования, это и аномальное развитие сосудистой стенки, и все это нарушение микроциркуляции. И клинически мы это наблюдаем при более серьезных синдромах и симптомах, таких как ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз, периферических артерий. Когда мы говорим о нарушениях микроциркуляции, в идеале мы говорим о синдроме раннего старения сосудов, где наличствуют все эти составляющие, которые мы рассмотрели. Дислепидемия, с липопротеидами низкой густоты на высшем звене, нарушение углеводного обмена, нарушение артериальной гипертензии, все это способствует более прогрессирующему старению сосудов. В общем, сахарный диабет можно отнести к болезням старения, где есть деменция, прогрессирование болезни Альцгеймера, патология глаз, наступление катаракты, остеопороз, заболевание суставов, иммуностарение, ну и еще более широкие категории, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт и даже онкологические заболевания, поскольку патогенетическая основа старения и сахарного диабета, к сожалению, одинаковая. В общем, сахарный диабет – это модель старения и коморбидности. И как раз вот на этом примере можно говорить о том, есть ли у нас какие-то действенные механизмы влияния на синдром. Нарушение микроциркуляции – это дисбаланс, выделение и разрушение оксида азота. Вот именно эта составляющая содействует и эндотелиальной дисфункции, и пролиферации гладкомышечных клеток, и повышению уровня негативного коллагена. И содействует развитию агрегации, если наблюдается дефицит оксида азота. Какова наша тактика? При условии сахарного диабета, старения, плюс есть другие патологии, которые свойственны нарушению микроциркуляции, нам, по сути, надо повышать устойчивость эндотелия к негативным последствиям. Каким образом? Это можно сделать, с одной стороны, очень просто, с другой стороны, очень сложно, зная, как работает и зачем требуется оксида азота. Мы понимаем, что активность синтаза зависит от многих механизмов, и её активность снижается при условии инсулинорезистентности, и наоборот, повышается тот компонент, то есть аргеназа, которая разрушает оксида азота. В общем, в нашем распоряжении есть аллоргинин. Мы понимаем, это действенное вещество, которое будет способствовать повышению уровня оксида азота. Опять же, красивая картинка, я думаю, будет у вас возможность её поподробнее проанализировать в свободное время. Но у нас здесь для того, чтобы мы понимали, что добавление аллоргинина поспособствует правильному обмену НО в организме, и в конце концов, достаточное количество НО поспособствует релаксации эндотелия сосудов, благодаря нормализации функции эндотелия. То есть, с одной стороны, мы понимаем патогенез развития осложнений сахарного диабета, с другой стороны, у нас есть действенный механизм, который может помочь приостановить прогрессирование микросусудистых осложнений и повлиять на синдром нарушения микроциркуляции. Мы понимаем, что аллоргинин – это субстрат, из которого эндотелиальная клетка синтезирует оксид азота. Благодаря этому улучшается функциональное состояние эндотелия, уменьшается проявление оксидативного стресса, уменьшается уровень провоспалительных цитокинов и молекул адгезии, ингибируется агрегация тромбоцитов, уменьшается инсулинорезистентность. То есть, нормализуются все те составляющие, которые присущи сахарному диабету типа 1 и 2, но может чуть больше типа 2 это присуще за счет инсулинорезистентности. Но интересно то, что это все присуще людям пожилого возраста. Что надо понимать, когда мы рассматриваем возможности лечения? Чтобы все это нормализовалось, должна быть достаточная доза аллоргинина, которую получает человек. Почему? Потому что мы понимаем, что у пациентов с сахарным диабетом есть недостаточность оксид азота. А с другой стороны, есть повышенная активность аргеназ, которые будут разрушать субстанции, из которых синтезируется НО. 4,2 грамма аллоргинина, к которым мы привыкли при сахарном диабете, при условии такого распространенного патогенеза будет недостаточно. И доказано в исследованиях, в которых принимали участие пациенты с метаболическим синдромом, с нарушенной толерантностью к гликозе. То есть, это первый шаг к нарушению углеводного обмена. Также там были пациенты с сахарным диабетом типа 2, с ожирением. Больные с ожирением, они тоже имеют инсулин-резистентность. Это все те патогенетические механизмы, которые повлияют на нарушение микроциркуляции. Смотрите на дозы аллоргинина, которые исследовались в этих разных работах. Старт 6,4 грамма, даже 8,3 грамма. Суточная доза 9 грамм, 12 недель. То есть, мы понимаем, что 4,2 грамма – это слишком мало. Более того, мы понимаем, что требуется время, чтобы дефекты эндотелия были устранены. И не бывает чудес в медицине. Все запрограммировано. Мы все понимаем, когда и что должно произойти при тех или иных условиях. Потому что мы разбираемся в патогенезе развития тех или иных заболеваний. Разбираемся настолько, насколько нам это позволяет современная научная мысль. Итак, у пациентов с сахарным диабетом, которые имеют осаждение любое макро, особенно микрососудистое. Вот помните вот эту черточку, точку невозврата. То есть, мы еще можем повлиять, когда не все так запущено. У пациентов с индексом массы тела более 30. Вот как раз в этом случае будет прогрессия инсулинорезистентности при условии ожирения. У пациентов с дислепидемией, у курящих, доза тивартина должна быть больше, чем привычная. А именно 8,4 грамма ларгинина. На сегодня у нас есть такие препараты. Более того, полный курс лечения должен быть более чем пребывание пациента в стационаре. Но сейчас это тоже обсуждается, насколько мы все живем в условиях COVID-19 и стационарное лечение, оно становится таким все более мифическим. Но если мы хотим помочь пациенту, мы должны понимать сколько, чего и на какой срок мы должны ему прописать, чтобы получить результат, на который мы ориентируемся. То есть, полный курс лечения тивартином 200 мл, который содержит 8,4 грамма ларгинина, должен быть не меньше месяца продолжительностью. Уже, мои коллеги, у меня в принципе все. Я благодарю вас за внимание. Я готов отвечать на вопросы. И еще раз хочу подчеркнуть, знаете, такое высказывание, жизнь должна быть не только длинной, но и качественной. Мы можем и своим пациентам, и себе обеспечить, насколько можем на сегодня это. Мы должны обеспечить качественную жизнь. Помните такую фразу, что не важно, сколько лет в вашей жизни, важно, сколько жизни в ваших годах. Я желаю каждому из вас жить полноценной жизнью и рекомендовать пациентам именно то, что может улучшить качество их жизни. Если мы говорили о синдроме микроциркуляции, то это при условии наличия синдрома микроциркуляции будет делаться. Спасибо. Спасибо.